Он должен быть в системе зарегистрирован не меньше какого-то определенного срока. То есть если мы начинаем систему, запускаем, то этот срок маленький. Как только система существует дольше и дольше, этот срок должен быть больше и больше. Сначала может быть год, потом до 10 лет. Если у тебя стаж меньше 10 лет, то ты не можешь включать, допустим, латинвайды. То есть таким образом нет возможности создать какого-то бота, который, собственно говоря, и от имени его наплодить еще хуже других аккаунтов. И потом сказать, не, 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 я тут ни при чем. Это вот он, а его вообще не существует. Значит, другим может быть критерием то, что поручителей должно быть не меньше определенного количества. Опять-таки это количество может быть по некоторому алгоритму изменяться, да, изначально быть одним, потом... Вот надо вот и выработать именно вот все эти критерии. Ну, я так понимаю, что так же как вот с биткоином, да, там существует определенное, ну, то есть сообщество, которое определенным образом изменяет протокол биткоина, да? Ну, там как бы есть вот эти сети-центрические принципы управления, когда есть центр разработчиков, вот, они, соответственно, принимают решения, собираются, и они становятся секретными. Вот, значит, потому что проходило, ну, это основные держатели пулов, это люди-инвесторы, которые вообще не хотят светиться, им это не нужно, потому что, да, еще раз повторяю, нужна анонимность. Соответственно, так как они крупные и им не нужно, то они устраивают на островах встречи, куда стоит входной билет, очень дорого, во-первых. Во-вторых, в общем, просто информацию даже не узнаешь о том, что они собирались. Но решения, значит, принимаются. Решения какого рода? Значит, просто в какой-то момент происходит переход основных пулов, да, большинства пулов на новый протокол, да, то есть блокчейн там увеличивается в два раза. Все остальные миноритарии, им придется согласиться, потому что у всех вот этих пулов там 80%, все. Значит, чтобы вот это вот ядро, да, там, сетицентрический принцип, допустим, не позволять этому, вот, честно говоря, непонятно как, потому что по всей видимости всегда концентрируется вот, ну, как бы в руках, ну, власть держащих или наиболее понимающих. А может быть, это и хорошо, да, то есть всегда была аристократия, это некоторые там более умные люди, соответственно, им, наверное, и надо, вот, в принципе, меритократия. Я бы сказал так, что кто творит реальность, тот ею управляет, а тот, кто не творит, тот и подчиняется. Остальные 95% людей, ну, они живут в той реальности, которую создают для них. Конечно. И это неплохо, опять же, надо понимать. Другое дело, что мы, мы, наверное, вот, собственно, я соглашусь, что нужны вот эти авторизационные центры. Ну, можно еще тут пару мер ввести каких-то, можно придумать, я думаю, дополнительные какие-то меры. Я опять говорю, что это просто то, что пришло в голову мне. Вот, значит, количество поручителей, можно говорить о том, что разветвленность сети поручителей, если все поручители друг за другом ручаются, и там все они, ну, как круговая порука, а других каких-то со стороны нет, да, но это всегда подозрительно. Вот, то, что, ну, такой замкнутый круг и, соответственно, уровень доверия маленький. Ну, это локальное сообщество, там внутри сообщества тебя знают, а снаружи нет. Ну, так же, собственно говоря, ты можешь создать сеть бутнетов, да, они друг за другом там поручились, все хорошо у них. Это могут быть не обязательно бутнеты, это могут быть реальные люди, но это как широко известный человек в узких кругах. Не, может, да, но вопрос в том, что даже если у людей есть узкий круг, да, но если они реальные люди, так или иначе, они выходят за рамки этого круга, и где-то у них еще дополнительно есть какие-то связи. Если у них связи только замкнуты в узком клубке, да, и никуда дальше не выходят, это, в общем, повод считать, что там что-то не очень хорошо, и не давать прав особенных этим. Ну, понятно, что у него меньше прав, конечно. Вот, потом, значит, можно говорить о том, что количество репутационных оценок должно быть не меньше какого-то количества, да. То есть, опять-таки, это свидетельствует о некоторой активности человека с другими реальными людьми. Вот, разветвленность контрактов, опять-таки, не то, что там я все контракты заключил там с одним человеком, да, или с одним аккаунтом, с другим, и с другими не заключал. Ну, то есть, это разветвленность контрактов, я не знаю, но оборот, это такая штука, и это, возможно, только уже там, где есть криптовалюты, а криптовалюты, собственно, законодательно пока статус очень непонятный. Да, и у вас статус законодательства тоже под вопросом? Не запрещены. Пока не запрещены, но... Ну, когда запретят, тогда и будем уже дальше думать, то есть, перейдем в другую юрисдикцию, не вопрос. Да, не вопрос. Я предлагаю просто действовать именно как коллектив лиц, выступающих со своей идеей, которые являются свободными людьми, и предлагающие людям решения сложившейся ситуации на нашей планете. Ну, как гражданин мира. Кто хочет, присоединяйтесь. Кто не хочет, мы никого не обижаем, мы никого и деньги не крадем. Мы действуем честно и открыто. То есть, какие к нам претензии? Никаких. И еще такая мера, что поручительство, как минимум, то есть, для того, чтобы зарегистрироваться... А, он по телефону разговаривает. То есть, если человеку для того, чтобы зарегистрироваться, да, ему нужен один авторизационный центр, то для того, чтобы стать авторизационным центром... Нужно получить лицензию. Нужно, как минимум... Получить лицензию. ...еще одного авторизационного центра. Вот, и хороший момент, да, такой вот этот обсудить момент, как стать альтернативным авторизационным центром, либо, например, что, например, вот в России создался авторизационный центр, и, может быть, в Америке они тоже хотят? А потом, как их вместе синтегрировать, вопрос? Нет, я не вижу здесь проблемы. То есть, я, может быть, не понял вопроса... Ну вот, смотри, вот, например, получается так, что... То есть, изначально сеть запускают создатели, да? Ну да. То есть, узкий круг какой-то. Они являются авторизационными центрами, да? Ну вот, как раз эти, да, условно говоря, шейты, да? Ну да, условно, да. Вот. Вот, например, один авторизационный центр. Авторизационный центр, да? Нет, авторизационный центр – это узел. Узел, да. Узел. Это не шесть единиц, а это узел. То есть, вот эти, каждый из этих шести, да, в принципе, если это создатели, то они все изначально имеют права, да? Авторизационный центр. Вот, например, вот Россия, да, допустим. Например, Канада, да. Тоже хотят. Они тоже собрались, они по такому же принципу строятся, да? Вот второй авторизационный центр. Вопрос. Ну вот как и вместе с Коннект? Не может быть независимого второго авторизационного центра. То есть… А как? Тогда нужно, чтобы, получается, первый выдал ему лицензию? Да. Тогда, чтобы он уже начал авторизировать дальше? Собственно говоря, так же, как создаются вот эти авторизационные центры, да? То есть, приходит человек и говорит, я хочу быть авторизационным центром. Ты говоришь, окей, на тебе, собственно говоря… Лицензия. Да. То есть, если ты удовлетворяешь формальности, ты зарегистрирован в сети не менее там… Ну, тоже, если ты, опять же таки, зарегистрировался, нашел пять поручителей и так далее, и так далее. Есть достаточно? Ну, уже дальше. Да. Ты выдаешь ему, собственно говоря, лицензию. Выдал – поехали. Подтвердил, по сути, его квалификацию, чтобы он дальше может других уже авторизировать. Да. Да. Но он один, опять-таки, не может. Ему нужен для того, чтобы развивалась вот эта сеть авторизационных центров. Нужно, как минимум, два независимых авторизационных центра сказать, что вот этот может быть авторизационным центром. Мне кажется, такая система будет наиболее устойчива. И наша задача, я вижу, именно разработать именно вот этот алгоритм уже в цифрах и в действиях конкретных пользователей. Вот. Ну, собственно говоря, вот в этом документике, который уже на страничку, там более-менее это все сформулировано… Ну, это идеологически сформулировано. В именах переменных, скажем так. Это идеологически сформулировано. А я хочу, чтобы это было уже сформулировано в терминах блокчейна и в терминах конкретных действий пользователей. Зайдите на этот адрес, сделайте то-то, то-то, пятое-десятое, найдите таких-то людей, и только после этого вы получите соответствующее решение. Вот. То есть вот то, что я хочу сделать. То есть конкретно… Слушайте, а вот все-таки интересно… Тут нужны блокчейн-разработчики. Нет, блокчейн-разработчики. Вот по поводу момента того, что, значит, кто-то обязательно выдает, значит, лицензию, чтобы я смог стать авторизационным центром. А вот сговор, да, то есть взяли там, ребята сговорились между собой и решили там, ну как бы никому там с там черным цветом кожи, например, не выдавать лицензии, вообще их за людей не считать. И при этом они… Дискриминация. Да. То есть понимаешь… Или американцы, да. То есть американцы создали, например, свой… А мы говорим, все люди, которые на английском языке разговаривают, да, мы их исключаем. То есть мы не будем выдавать авторизацию? Нет, ну мы кто такие? Мы – это авторизационные центры. Значит, надо… Ну ты говоришь, что новые какие-то центры, они невозможны, пока мы не разрешим. Ну, пока… Пока… Это централизация. Нет. Изначально, естественно… ФРС. Как вот в системе, да, где и существуют инвайты. То есть изначально имеет возможность задавать инвайты там только один человек, да, то есть, ну, аккаунт номер один. Да. Он дал аккаунты кому-то другому. Дальше те, кто получили инвайты, они могут также раздавать эти инвайты. То есть если ты запустил эту систему, то ты дальше уже… у тебя нет исключительных прав. То есть ты создал второго такого, да, ну, пока вас двое, да, он один не может там без тебя что-то сделать. Но когда стало трое, да, вот эти двое там дополнительных, ты им уже не нужен для того, чтобы создавать другие авторизационные центры. То есть получается, допустим, создано 15 авторизационных центров. Да. Вот. Значит, и задача, чтобы, значит, американцев подключить еще. У них, допустим, вот они, допустим, хотят присоединиться, они обращаются, к одному обратились, их послали, ко второму их послали. В общем, там 15 прошли, из 15 хотя бы два все равно скажут, да, нормально, вы наши друзья, вот вам подпись, да, и вы становитесь традиционным центром в Америке. Угу. То есть на это, да, расчет? Ну да. А опять же вопрос, который был, если американцы, допустим, уже создали, значит, какой-то другой блокчейн, допустим, и вот как можно интегрироваться между собой? Вот я тоже говорил, как его можно интегрироваться? Я думаю, что, в принципе, опять же, на уровне общего протокола это можно сделать. Вот и я и говорю, что нужно разработать именно этот протокол, при котором можно создать свой авторизационный центр, а потом вместе еще их интегрировать. Да, я тоже за это. По большей части протокол, он не обязывает, в общем, тот или иной блокчейн использовать, и данные могут быть, то есть это как в базу данных, то есть данные можно записать в несколько блокчейнов, кто мешает. Главное договориться о том, где я читаю, где я записываю, и где мои друзья, с кем я контактирую, читают и записывают блокчейн. Если это по одному и тому же протоколу в каких-то понятных местах, нам все равно, где это записано. Значит, мы таким образом можем объединять сети через шлюзы или хабы. То есть когда есть одна сеть, есть другая сеть, значит, и, допустим, в этой сети два участника, например, подтвердили, ну вот это могут быть… друг к другу. Вот, да. То есть что в этой сети данные достоверные и в этой сети достоверные, таким образом шлюз обеспечивается, значит, что Вася Пупкин будет знать там Петю Иванова, который находится вообще в разных сетях. Ну да. Да. Вот. И здесь вот эти два, условно два или три, там сколько нам? Вопрос интеграции двух сетей, это, конечно, вообще как там эфириум, блокчейн, да? Можно из эфириума там в блокчейн послать там какие-нибудь деньги? Можно. Вопрос в эфириуме есть, пополнить биткоины, там уже мультивалюты даже, может пополнить всеми валютами эфириум можно. Не-не, там, погоди, ты про биржи сейчас. Не, прям в эфириум заходишь, там любые биткоины, вот хочешь тебе покажу сейчас. Давай. Ну, насколько мне известно, сейчас вот этот блокчейн, который объединяет, там сделано каким образом? Есть, значит, механизм, который позволяет в одном блокчейне блокировать биткоины, в другом блокчейне блокировать эфиры. Блокировать? Да. Ну, значит, на момент совершения вот этого обмена. потом происходит обмен, и потом происходит разблокировка, то есть передача в разных блокчейнах. Значит, на данный момент в основном все это делается через биржи, да, то есть ты на биржу отдаешь, и биржа уже там между собой, ну, внутри себя переводит. А в перспективе это все в децентрализованном виде будет. Вот. В принципе, опять же, вот этот консорциум линукса и IBM, насколько я понимаю, и вот Coinbase, в частности, тоже работает, насколько, опять же, я понимаю. там как-то, я пытался разобраться, там сложно это получается. На мой взгляд, вот объединение блокчейнов, то есть это будет такой сайдчейн глобальный. То есть, вероятно, как мне кажется, останется биткоин, вот, либо договорятся, какую-то новую создадут, в котором будут зарегистрированы все блокчейны. вот по принципу, как сейчас делается в риск и крипте. Да, то есть там есть один блокчейн, в котором при выпуске нового asset, токена, создаются новые блокчейны. И вот эти новые блокчейны, они не записывают данные в основной блокчейн. То есть основной блокчейн, он маленький, удобно. А, он, короче, регистрирует свой блокчейн, а альтернативный блокчейн, а блокчейн уже действует как своя система, но тоже уже внутри своей сети. Да. И таким образом можно выходить по уровням, подтверждая, как говорится, каждую. Да. Вот я, например, создаю свой токен, да, и этот токен хочу обменять на другой токен в этой вот глобальной сети. Для этого нам запись надо делать в основном блокчейне. А когда мы обмен одним токеном делаем, это в основной блокчейн вообще не попадает. Короче, ты внутри своей сети можешь спокойно обмениваться, если тебе нужно выйти за пределы, ну, грубо говоря, поменять валюту, тебе нужно выйти на более высокоуровневый блокчейн, там ее произвести. Да. Произвести конвертацию и уже выходишь уже на международный уровень, по сути. И вот, по всей видимости, по тому же самому принципу, вот сейчас это делается внутри Лиска, можно сказать, что NXT Next тоже, как бы, отчасти, ну, там выпуск своих ассетов, но это в один блокчейн записывается. Вот. Так вот, значит, все блокчейны, скорее всего, будут сведены в один какой-то мега большой блокчейн, либо это будет какой-то новый создадут, скорее всего, мне кажется, биткоин, потому что на него много чего завязано. Ну, он уже старый, у него первая версия, скорее всего, сейчас третий будет уже блокчейн, на него все будет завязано. Кстати, в третьем блокчейне там, по-моему, уже идентификация есть. То есть… Ну, что ты… А? Первый все еще действует. Не, ну, когда-то давно… Ну, я, вот, ты, по-моему, выкладывал или кто, вот, сейчас скажу. В общем, там, вот была версия, по-моему, Дмитрий его зовут, про блокчейн 3.0 рассказал. Он там расписал, что есть блокчейн 1.0 – это биткоин, есть блокчейн 2.0 – это уже эфириум, а есть блокчейн 3.0 – это уже, где там уже встроена идентификация, уже система статусов и чего угодно. Да, он рассказывал это еще. И который уже… размер транзакций меньше, он быстрее работает. Там, вот, как бы, при всем уважении к Дмитрию и до Эрмалаеву, надо смотреть, фильтровать маленько. Значит, во-первых, у него есть хорошее описание, называется «Деньги 7.0». Ну, да, я видел. «Деньги 8.0». Седьмое… И, ребят, блокчейн 3.0. Значит, моя личная гипотеза о том, что биткоин – это 1.0 блокчейн, Next – это блокчейн 2.0, собственно, его вот позиционировали долгое время. Значит, вот крипти, лиск, эфир – это уже 3.0. Это, опять же, мое личное. И вот на базе умных контрактов дальше можно делать очень много чего-то. 4.0 и далее – там пока общий. Значит, идентификация – это, опять же, скорее умный контракт в… Ну, вот, разновидность умного контракта. Так вот, блокчейн – это база данных. Это может быть и крипти, и что-то еще… На мой взгляд, биткоин, он вполне хорошо подходит для того, чтобы записывать информацию о появлении новых блокчейнов. То есть, там есть вот это поле для скрипта, в которое можно записать какие-то, в принципе, произвольные данные. Они будут проигнорированы, значит, остальными участниками. Вот. Но те участники, да, в тех кошельках, которые, в общем, реализовано, допустим, знание о том, что это блокчейн, и у него такой-то хэш, и там, не знаю, какие-то параметры, то эта информация будет прочитана и воспринята. Вот. То есть, в принципе, это одна запись, и сейчас даже изменений вносить не нужно в протокол. Опять же, это насколько я знаю. Вот. Под это, ну, как бы, под это дело, вот, сейчас вот этот SIG, SIGWAY, что ли, господи, как он называется, SIGV, что-то такое хотят реализовать. То есть, это позволит расширить возможности, да, не изменяя протокол. Потом следующий этап – это необходимо изменить протокол для увеличения размера блока. И в этом случае потребуется смена версий, значит, изменения самих кошельков, их переустанавливать придется. То есть, если сейчас, по идее, можно взять какую-нибудь версию, там, 0.8, и в общем работать она будет. Кому 0.8 версии? Биткоина. Ага. Сейчас уже 0.12 или 0.13 разрабатывается. Любую предыдущую, по идее, если взять, она будет работать. А с эфиром, например, такое не проканает. То есть, да. И по поводу биткоина, значит, когда вот эти изменения уже большие, то опять же, вот все, что было до этого, придется сказать, ну все, оно не работает. Теперь пользуйтесь новыми версиями. Но блокчейн продолжится, сам по себе база данных. Да. Блокчейн продолжится, все старые транзакции, они как бы останутся, а новые будут записываться только в увеличенном размере. Плохого в этом ничего нет, вопрос договоренности большинства. Если большинство это принимает, все окей. Вот, по всей видимости, это будет, произойдет, это плавно происходит, потому что биткоин, блокчейн биткоин, он в себя вбирает все новые разработки, которые вот где-то там создаются. И в том числе, есть разработка, что на базе блокчейна биткоина, дополнительно, да, вот эти мультичейны или сайдчейны их называют, значит, реализация умных контрактов. То есть, эфир как таковой, он становится, ну вот, блокчейн эфира, он становится как бы ненужным. То есть, есть блокчейн биткоина, в нем регистрируются сайдчейны, значит, вот этих токенов, контрактов, там, аккаунтов. Это все работает, ну, как отдельный сервис такой. В биткоинах переводятся деньги, крупные суммы, мелкие, там, внутри этого контракта в каких-то токенах или в биткоинах, но транзакции они не попадают в основной. Ну, пока, ну, там, внутри работает, когда надо выйти наружу, оно в основной переходит. Ну, с уплаты комиссии. Комиссия сейчас, там, порядка, там, 3-4 рублей за каждую транзакцию, иначе она не уходит. Вот. В перспективе она, там, не знаю, 50 рублей будет, транзакция биткоина. И при этом внутри, там, 0,1 копейки. Ну, в пересчете, чтобы понимание было. То есть, я вижу развитие технологий таким образом, что вот блокчейн биткоина, и на него ориентироваться, и дальше множество, там, разных стартапов, которые, в общем, все равно через биткоин работают. Значит, по поводу идентификации, задача, я бы предложил сейчас, может быть, архитектуру нарисовать. Вот. Конкретика. Вот. То есть, кинул там все, записал. Я вот сейчас пишу, ты уже. А, уже. У меня, по поводу идентификации, если я один вопрос, можно? Да. Ам.